Музыка Выставки произведений московских художников для Большевизюмского историко-литературного музея – дело рутинное. Однако нынешняя экспозиция, работ профессиональных художников Одинцовского округа, смогла удивить. Когда я пришел, я так и ахнул, потому что я не ожидал, конечно, такого, потому что работы все очень яркие, очень замечательные, прекрасная скульптура. Просто это уже, знаете, школа старых мастеров. Имея за плечами ту самую школу, трудно не стать гением места, воспевая великие памятники истории и архитектуры. Древний Савино-Старожевский монастырь, куда шли на богомоле русские цари. Мы видим его на полотнах Екатерины Ушановой. Это пережившие пожары смутного времени стены Спаса-Преображенского, а тогда Троицкого храма, построенного будущим царем и первым владельцем везем Борисом Годуновым. Он не согласен с боярами, которые его окружали. Он так встает, резко встает с кресла, топает силой, заставляет делать то, что он решил, потому что он очень много сделал для России. Данная выставка – результат оказавшегося живым и долгосрочным проекта «Царская дорога». Начинавшие его четыре года назад и присоединившиеся художники объединены осмыслением места малой родины в истории страны. Эффект усилен размещением произведений в исторических декорациях большевиземской усадьбы, где нередко решалась судьба России, где изображенные персонажи бывали и творили. Невозможно представить творчество и личность Пушкина вне контекста его детского периода в Захаро-Левиземах. Пушкин словно вбегает сюда, связывая историю Годунова, Голицыных, храма, пересвященного в Спасо-Преображенский. Залитый солнцем он в акварели Ольги Светличной. Села Захарова – полотно Владислава Шаманца. И виденных им трех царей, и темы деяния Петра Первого, и Годунов, и Пушкин, и Петр Первый слышали звон колоколов, звонницы больших везем. Этот звук словно изливает пастель Татьяны Васильевой. Они дышали и любовались разнотравием окрестностей запечатленных Анастасией Артемьевой. Однако невеликий поэт, нерусские цари не могли предвидеть будущее, о котором полное драматизма и напряжение полотно Петра Чеканцева – посвящение новомученикам большевиземским. Тут происходит такая театрализация, вроде бы, что на этом фоне возникает воспоминание о всех и о многих драматичных периодах, трагичных периодах родной истории. Если вспомним еще эту статую из Пушкина, то уже все заиграет такими определениями, как роль масс в истории, роль личности в истории, народ, который безмолвствует у Пушкина в Борисе Годунове, и народ, и власть, и гражданин, и поэт, и так далее, и так далее. Легкости, ажурности, воздуха добавляют работы Ксении Поповой, Яны Плющевой, Ивана и Александры Пшеничниковых, воспевающих памятник Петровского барокко «Спасский храм в уборах». Однако заканчивается выставка на трагической ноте. Если русские государи от Михаила Федоровича до Александра Третьего представлены в царском величии и гордости за деяние на благо России, то образы последнего русского императора решены иначе. Геннадий Александров показывает Николая II со склоненной в покаянии пред своим народом головой. Скульптурный портрет работы Сергея Сорокина представляет Николая II в терновом венце со скрещенными на груди для последнего причастия руками. Тему мученической кончины и святости продолжает посвящение последним владельцам усадьбы Ильинская Усова, великому князю Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне. И если портрет работы Михаила Ушанова показывает великокняжескую чету в минуты счастья в начале их супружества, то скульптурное решение образа святой наполнено драматизмом. Великая княгиня в облачении настоятельницы Марфа-Мариинской обители с крестом в руке восходит на Голгофу, вступив на край Алапаевской шахты. Лицо исполнено спокойной решимости и веры. Она нашла упокоение в монастыре Гефсимании в Иерусалиме, в церкви Марии Магдалины, в которой служила подлушницей и нашла упокоение дочь последнего владельца хозяина Везема. Княжина, светлейшая князья, княжная и такие Дмитриевна Калицына. Так Веземы удивительным образом оправдывают свое название, связывая нити истории, судеб, творчества, одновременно вдохновляя и прославляя современных мастеров. Выставка продлится до конца сентября. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.